Двигаемся дальше. Мы сегодня с вами разговариваем об эпохе эллинизма. Напоминаю, мы начали разговор о том, что выделили ряд особенностей архаической эпохи, затем классической эпохи и вот сегодня поздняя эпоха, которая довольно широкий спектр временной охватывает, временной и содержательной, эпоха эллинизма. С чем мы столкнулись, когда речь шла о раннегреческой философии? Речь шла о том, что человек не выделялся среди других вещей. Вот та дилемма, которую мы рассматривали, фиусис или номос, природа или человеческие установления, человеческие законы, в раннюю эпоху она практически не ставилась. Человек жил по природным законам, и человек – это часть природы, объект природы, вещь природы. Когда наступает эпоха классической греческой философии, выделяется особое место человека, разделяется фиусис и номос, зачастую противопоставляется. И акцент, который мы, правда, не поставили в силу нехватки времени, но тем не менее он существовал. Каждый из философов предлагал свою этическую систему. Мы отчасти об этом говорили, когда речь шла о Платоне, но эта система этики рассматривалась как система нормативов для всего общества. Не индивидуальный императив, не индивидуальная этика, не индивидуалистическая, а социальная. И с эпохой эллинизма акценты смещаются. Ну, во-первых, эпоху эллинизма мы отсчитываем, начиная со времени смерти Александра Махедонского. Это точка бифуркации, которая меняет духовный, географический и интеллектуальный контекст всей эпохи. После смерти Александра Махедонского его империя распадается на ряд империй. Эпоха Диадохов империя или царство Диадохов, то есть его последователей-приемников. И образуется несколько государств из единой до того периода государственной империи Александра Махедонского. Это и эллинистические Египты, и Вифиния, Пергам, Македония, царство Селивкидов и так далее. Напоминаю то, о чём мы говорили. Как дробится эпоха эллинизма? Ранний период – это конец IV века до нашей эры, до конца I века до нашей эры. И поздний, или греко-римский. То есть вот те мыслители, о которых мы сегодня будем говорить, но, возможно, частично захватим следующее занятие, они распространяются уже не только на греческую территорию, но и на римскую. И поэтому последователи или представители той или иной философской школы начинаются в Греции, а распространяются в Риме. Конец I века до нашей эры, до VI века нашей эры. Чем отличается данная эпоха? Во-первых, упадок греческих полисов. Если в классическую эпоху, когда мы говорили о переориентации с исследования Фюсиса, исследования Архе на исследование Номоса и установлений человеческих, мы говорили о том, что возникает и зачастую играет главенствующую роль участие в управлении полисом. Почему, собственно, софисты начинают приобретать такое значение? Потому что они предоставляют те инструменты, которые позволяют участвовать в этой политической жизни. В эпоху эллинизма происходит упадок полисной жизни, упадок жизни греческих городов-государств. В этот же период Греция утрачивает свою политическую независимость. Вот возникают эти самые разрозненные империи, монархии, диадохов, то есть преемников. А под преемниками Александра Македонского, мы понимаем в первую очередь его полководцев. И эта раздробленность государственная и политическая, она тоже сказывается в том числе на философской мысли. Возникновение Римской империи, соответственно. И вот в этот период эллинистической эпохи человек перестает быть в первую очередь паракселят с гражданином родного полиса. Почему там были предложены такие страшные по тем временам наказания, как астракизм? То есть изгнание из города, там, Анаксагору, Аристотелю, который умер в изгнании, потому что человек, покидая свой родной полис, оказывается не совсем человеком, он оказывается чужеземчим, чужестранцем. И это одно из самых суровых наказаний для представителей греческой цивилизации этого периода. И поэтому человек в классическую эпоху – это в первую очередь гражданин своего родного полиса. Однако с наступлением вот этой политической раздробленности, политической нестабильности, возникает такое представление, которое, кстати говоря, одним из первых провозгласил Диоген Синопский, представитель школы кинников, напоминаю. Он говорил о том, что он гражданин мира. Вот по сути он тот самый космополит. Он провозгласил эту идею, которая становится главенствующей, доминирующей, широко распространенной в эллинистическую эпоху. Что ещё важно и что характерно для этого периода? Особенности философского мышления. Во-первых, особый акцент ставится на жизни отдельного человека. Не человека как представителя социума, не представителя полиса, а именно в центре внимания оказывается человек, как он есть. Отдельный, единичный субъект. И в этот же период происходит переориентация этики, этики социальной. Вот те концепции, которые выдвигали Платон и впоследствии Аристотель, но Аристотеля мы не рассматривали, тем не менее он выдвинул концепцию политического человека. И более того, он говорил, что, я имею в виду Аристотель, что человек – существо социальное, зоон политикон. Вот в эллинистическую эпоху социальная этика трансформируется в этику индивидуальную, индивидуалистическую. То есть как нужно жить каждому конкретному человеку. И это становится главным. В этот же период философия переориентируется с вопросов теоретических, вот тех самых теория, метафизических, на вопрос праксиса, как правильно жить. Важно не столько, что мы познаем, как мы живем в соответствии с этим знанием. Но тут у вас в сознании должна всплыть та картинка, которую, тот диалог, который состоялся между, получается, не диалог, а триалог, между мной, Георгием и Алексеем. Если вы знаете, что курение вредит вашему здоровью, вы должны жить в соответствии с этим знанием, а не то, что ваше знание отдельно и ваша жизнь отдельно. Вот в этот момент, в эпоху эллинизма, знание обретает практический оттенок. Мы знаем для того, чтобы выстроить свою жизнь в соответствии с разумными идеями, представлениями, началами. И, кстати говоря, жизнь философа в этот момент, это общая черта для всего этого периода, заключается в том, чтобы стремиться к разумной жизни. На уровне каждого конкретного человека. В этот же период философия идёт в массы, вот до сих пор она идёт. То есть речь идёт о том, что, как, допустим, в школе Пифагора сам сказал, и только для узкого круга людей. Нет, теперь философия желает обращаться к широким массам, проповедуя им, как правильно, как должно проживать свою жизнь. И в этот же период, любопытный аспект, философское знание приобретает, ну вот тут написано, догматизированную форму. То есть речь идёт о том, что философия – это совокупность некоторых постулатов, основания которых уже практически не подвергаются сомнению. Они принимаются как данность, и школы в основном стараются поддерживать, но не развивать это знание. То есть транслировать, передавать дальше, но не вносить какую-то творческую нотку в дальнейшее развитие данной школы. Ну и философия из всеобщей науки перерастает в набор практических дисциплин. Логика, физика, этика и так далее. То есть это не единая дисциплина, а набор тесно связанных между собой дисциплин. Какой вопрос, Георгий? Вот такая вот практическая, практическая подхода, это в основном риме. Это довольно-таки практические люди. Верно. А тут, видимо, тут можно сказать так, что складываются исторические предпосылки и с той, с другой стороны. То есть вот эта фрагментация школ, фрагментация знания, которая приобретает актуальность после смерти Александра Македонского, она просто подхватывается Римом. То есть они нашли то, что созвучно в греческой философии своим культурным, ментальным установкам. И развивают это дальше. И наибольшую популярность школы приобретают в Риме не, допустим, ну не Платон и даже не Аристотель, а именно те, о кому мы сегодня будем говорить. Ну и вот эта фрагментация школы, она также наличитует картинка, довольно пёстрая, разнообразная. Существует несколько школ, а именно стойки, кинники, пикурейцы. Но это не значит, что платоники исчезли. Нет, они здесь фигурируют под именем академиков. Почему? Потому что основной центр изучения Платона, даже не изучения, а просто сохранения наследия Платона и трансляции его дальше, это академия, основанная самим Платоном. И отсюда название академики. Перипатетики, то есть последователи Аристотеля, они никуда не делись, скептики, потом появятся неоплатоники и так далее. Ну и существенная черта интеллектуальной атмосферы этой эпохи это эклектизм. То есть там немножко, сам немножко и представить некоторое вот такое мозаичное знание. Основные школы. Вот они. Эпикурейцы, эпикуриизм, стойки, стоицизм, скептики, скептицизм. Кинников мы знаем, не рассматриваем. Академиков не рассматриваем, поскольку это, ну, всё-таки довольно специфическая область знания. Платоном рассмотрели, этого достаточно. Перипатетики – это последователи Аристотеля. И неоплатоники – это плотины, его последователи, к ним мы вернёмся, они будут последними, кого мы рассмотрим в этот период. Нас интересуют те, кого мы ещё не рассматривали. То есть эпикурейцы, стойки, скептики, ну и впоследствии неоплатоники. Начнём с эпикура. Что мы знаем про эпикура? Ну, все наверняка слышали эпикурейцы, эпикурейский образ жизни. Почему? С чем связывается? Ну, кто такие эпикурейцы? Те, кто любят жизнь. Гедонизм, те, кто стремятся к наслаждению, к те, кто считают, как верно сказал Севолод, что главная цель человеческой жизни – наслаждение. Хедоне – термин, я ещё к нему вернусь. Отсюда этот термин – гедонизм. Надо сказать, что эпикурейцам в истории философии не повезло, пожалуй, больше всех. Почему? Вот всё, что было сказано, совершенно верно. Но вопрос в другом. Как это было преподано широким массам, как это устоялось в общественном сознании, в обыденном сознании? Понятно, что запомнили вот эти самые брендовые словечки. Удовольствие, наслаждение, эпикур. Ну и вот поскольку эпикур основал этот самый эпикурейский сад, тоже запомнили про эпикурейский сад. Свою существенную, разрушительную лепту внесли, конечно, христиане, которые рассматривали эпикура просто как одного из своих главных теоретических врагов. При всём при том, что тот флёр, который придала христианская мысль впоследствии эпикуризму, он, в общем, по правде говоря, далёк от самого эпикура и его последователей. То есть это переинтерпретация идей самого эпикура. Значит, что о нём знаем? Ну вот, что он приобщился к философии в 14 лет, он был последователем демокрита, это тоже ему вменялось в строку, ставилось в строку, вменялось в вино. Он преподавал в Калафоне, в Митилене, в Лампсаке. В 306 году, до нашей эры, он переехал в Афины, где купил сад для своей школы, и так же, как это было принято, и как это сделал и Аристотель, и Платон. Он основал свою школу для последователей, и вот этот эпикурейский сад, он впоследствии в истории философии так и назывался. Эпикурейский сад, как школа эпикура. А его ученики и последователи назывались философами из садов. Ну и эта школа просуществовала до середины 4 века нашей эры. Значит, основные идеи, а потом я вернусь к тому, что было неверно истолковано и неправильно акцентирована философия эпикура. Значит, что такое философия? Это не просто и не столько теория, то есть умосозерцание, о котором говорили со времён Сократа, Платон и Аристотель. Это деятельность, посредством которой мы можем обрести счастливую жизнь. До этого, господа, я вам обеспечивала бессмертие интеллектуальное, а теперь я вам буду рассказывать о том, как стать счастливыми. Значит, деятельность, направленная на обретение счастливой жизни. Как вы видите, совершенно другой акцент, другая задача и цель у философии. Что даёт философия? Что даёт мудрость, которую даёт философия? Она даёт освобождение от страха. Она даёт мужество переносить всякого рода неприятности в этой жизни. Она приводит к умеренности и она приводит к справедливости. То есть тот гедонизм, о котором пишет Эпикур и проповедуют его последователи, наслаждение заключается в разумном наслаждении. То есть нельзя быть счастливым, предаваясь с утра до вечера безделью, ничего не деланию, неразумным чувственным удовольствием. Это однозначный путь в никуда, это однозначный путь к страданию. У эпикурейцев была замечательная фраза «Философия не избавляет от страданий, она даёт мужество их переносить». Это идея, которая роднит, кстати говоря, эпикурейцев со стойками. И что это за мужество? Эпикуру приписывается такая знаменитая фраза, что чего мы все боимся? Ну, страшнее смерти для нас ничего нет, хотя с возрастом мы понимаем, ну, вам ещё рановато это понимать, но я уже понимаю, что мы боимся даже не столько смерти, сколько боли перед смертью. То есть умереть внезапно во сне и не испытывая боли, это не так страшно, когда ты понимаешь, что ты можешь умереть в результате сильных мучений. Или мучения будут предшествовать смерти. Никто не умереть. И в виде овощей остаться навсегда. А вы, будучи овощем, вы это не осознаете. Вы это не осознаете. Вам страшнее всего осознавание беспомощности и боли. Если вы овощ, вы не знаете, что вы овощ. Вам не страшно. Может быть, овощ как мозг работает, а тела нет. Тогда это коматозное состояние, тогда это вы не овощ, Владимир. Тогда просто вы беспомощны, но не более того. Да, все равно с единым состоянием. Но тем не менее, действительно, это один из самых страшных моментов для каждого человека. Экзистенциальный страх, страх смерти, ну и боли в том числе. Эпикур говорил, смерти бояться бессмысленно. Почему? Фраза. Пока мы есть, нет смерти. Что правда. Пока мы живы, смерти нет. Когда приходит смерть, нас нет. То есть нет того, кто мог бы бояться. Поэтому смерти бояться бессмысленно, не нужно. Ну и как Эпикур понимал смерть, как разложение на атомы. Ну, к этому мы вернемся. Так вот, эпикурейство, так же, кстати говоря, как и стоицизм, и ряд других философий этого периода, рассматривают философию как три составляющие дисциплины, три источника, три составных части. Значит, есть учение о том, как мир устроен. Кстати говоря, зачем оно нужно? Оно нужно для того, чтобы вести жизнь в соответствии с этим знанием. Иными словами, здесь не как у Аристотеля, знание ради знания. Здесь знание о том, как устроен мир, только для того, чтобы жить в соответствии с этим знанием, жить разумно. И эти разделы – это физика, имеется в виду устройство мира, это каноника, и это этика. Под физикой что понимается, и за что критиковали христианские мыслители Эпикура? Это Эпикур прочитал Демокрита и стал его последователем, восприняв доктрину атомизма. То есть физика в интерпретации Эпикура и Эпикурейцев – это атомизм. Вселенная. Под вселенной здесь другой термин используется, то пан – всё. Ну вот мы слово пан знаем пантеизм, панлогизм. То есть вот эта вселенная имеется в виду не космос как таковой, хотя и это тоже, а всё сущее, всё, что существует, то пан. По сути, это совокупность тел, сомата, плюс топос, пространство. А тела, в свою очередь, так же, как учил Демокрит, состоят, бывают сложными и простыми. Ну и простые, понятно, это атомы. Да-да-да-да-да, это атомизм. Это всё сохраняется. Там просто вносятся некоторые коррективы, тем более Эпикур всё-таки оставил несколько произведений, а Демокрита мы знаем во фрагментах. И многие демокритовские идеи мы опять-таки знаем через Эпикурейство. Так вот, каноника. Что такое каноника в интерпретации Эпикура и Эпикурейцев? Это теория познания. Каким образом мы познаём? Ну, во-первых, если для Платона критерием истинности, то есть как мы с этого момента мы начинаем активно обсуждать, что является критерием истинности, откуда мы знаем, что то, что мы знаем, истинно. Для Аристотеля истинным является знание идей. Это характерно было ещё со времён Парменида. То, что мы познаём посредством наших органов чувств, истинным быть не может по определению. Это изменчивое мнение. И так это было актуально вот вплоть до эпохи эллинизма. С приходом эллинизма акцент переносится на сферу чувственно-познамаемого, на эмпирический мир, на ощущения. И критерием истинности по эпикуру и эпикурейцам являются три фактора. Это ощущение, аэстетис. Значит, почему я это слово здесь привожу по-гречески? Для того, чтобы вы слышали те слова, которые остаются в русском языке. Мы знаем слово эстетика как имеющее отношение к чему? Красоте, к искусству и так далее. Но в основе лежит термин чувство, чувственное, имеющее отношение к чувственно-воспринимаемому. И, кстати говоря, когда вы дойдете, ну, видимо, без меня, до Канта, у него в критике чистого разума есть замечательный раздел, который вам придется штудировать, и в этом я вам сочувствую, под названием «Трансцендентальная эстетика». И там, в этом разделе будет говориться о том, что такое априорные формы чувственного созерцания. То есть это не имеет отношения ни к искусству, не имеет отношения к художественному, но имеет отношение к чувственно-воспринимаемому. И априорными формами чувственного созерцания по Канту будут являться пространство и время. Но к этим мудреным терминам вы вернетесь позже. Здесь аэстетис это ощущение. Вот ощущение является критерием истинности нашего знания. Ощущение, говорит Эпикур, нам не лгут. Они предоставляют достоверную истинную информацию. Когда возникает ошибка? Она возникает на уровне суждения. То есть вот вы бы сказали совокупность битов она истинная. А вот как мы это интерпретируем? Горячее, холодное, сладкое, несладкое, красивое, уродливое, вот на уровне суждения возникает ошибка. То есть суждения могут быть истинными или ложными. Ощущение всегда истинное. Они верны. А почему они не верны, Григорий? Как они могут быть не верны? Нет, это не аргумент. Если вы выдвигаете какое-то возражение, развейте его. Например, фантомные боли. Фантомные боли. Ну, по всей вероятности, фантомные боли на тот момент либо не проблематизированы, то есть они не знали о них. Хотя странно, все равно в войнах участвовали, это значит, что были люди, которые теряли конечности и, соответственно, что-то испытывали. Но во всяком случае история культуры этого периода до нас не доносит феномен фантомных болей, не говорит об этом. А иллюзии или галлюцинации? Иллюзии галлюцинации это производные от деятельности нашего ума. Но действительно иллюзии галлюцинации они тоже не обсуждают. Нет такого. Азноб. И что? Вы чувствуете то, что вы чувствуете, имеете в виду ощущаете. Это истинно. Вот смотрите, вот что поднимается под ощущением чуть ниже на этом слайде. Это оттиски, отпечатки слова, которое использовалось в предшествующей традиции эйдула, эйдулон, образ, оттис, отпечаток, ну, печать чего-то, тех предметов, которые воздействуют на нас. Вы не можете ощущать то, что на вас не воздействует. То есть у вас должно быть какой-то какой-то отпечаток, полученный вами извне. Это предметы, кстати говоря, каким образом эти самые предметы на нас воздействуют? Они испускают некий образ, который воспринимается нашими органами чувств. Он проникает сквозь нас и создает этот самый след отпечаток. Вот этот отпечаток сам по себе, потому что стол такой, какой он есть с точки зрения пикурейцев, он сам по себе существует, независимо от того, что я воспринимаю. Мои органы чувств мне не лгут. Другое дело, когда я начинаю формировать суждение, ощущение у меня верное, а вот суждение там светло-коричневый или какой-нибудь там, я не знаю, кремовый. Вот когда я навешиваю ярлык, я говорю о свойствах, выношу суждение хорошо-плохо, красиво-уродливо, умно-глупо и так далее, вот на этом уровне могут быть ошибки. Это не значит, что они там обязательно будут. Это говорит о том, что суждение может быть истинным и ложным, а ощущение всегда истинным. Вот о чём говорит эпикур. Ну и следующий критерий предвосхищение, пролепсис или пролепсис? Пролепсис. Это память о том, как на нас воздействует какой-то объект, оставляет этот самый оттиск отпечаток и мы его запоминаем и предвосхищаем. Я, если не имела в своём предшествующем опыте восприятие какого-то объекта, я практически не смогу его опознать. Для того, чтобы увидеть животное, ну, какого-нибудь там кабана, хотя, конечно, я его не увижу, но тем не менее, у меня должно быть что-то в опыте, что я могу опознать, что надо же, вот животное похоже на то, что я ранее воспринимаю. Скорее всего, это что-то, относящееся к свинообразным, ну, дикая свинья, что-нибудь в этом роде. То есть, один и тот же объект воздействует на мои органы чувств, у меня создаётся этот самый отпечаток, я запоминаю и ожидаю увидеть в следующий раз этот же самый объект. Вот это истинное, критерий истинности тоже заключается в этом, по эпикуру. Ну, и третье это то, что вызывает в нас тот или иной объект. Другое дело, что страсти у нас бывают разными и задача заключается в том, чтобы создать правильную иерархию того, с чем мы имеем дело в нашем чувственном опыте. Я к чему это говорю? К тому, что и физика, и каноника эпикурейцев в каком-то смысле выполняют служебную второстепенную роль во зрениях эпикурейцев. Почему? Потому что всё это знание служит для того, чтобы обосновать, как мы должны жить в соответствии с этим знанием. И, кстати говоря, возвращаясь всё-таки к физике, один принципиальный момент. Почему эпикуру так сильно досталось от последующих христианских мыслителей? Ну, во-первых, потому что цель жизни мыслится как удовольствие. Хэдоне. Вот это там просто сильное придыхание в древнегреческом и в русском языке передаётся через букву Г. Пишется вот это Хэ через придыхание апостроф вверху. Хэдоне – наслаждение. Цель жизни – наслаждение, счастье, удовольствие. Но удовольствие должно быть разумным. Нельзя испытывать удовольствие, если оно неразумно. Вот то, что вызывает наибольшее сомнение у вас. Алексей, насколько я понимаю, вы любите газировку. Не надо её показывать, я знаю, что вы её любите. газированная вода всем студентам, а наверняка любите чипсы, наверняка любите гамбургеры, фастфуд и прочую гадость, вы испытываете удовольствие. При этом наверняка мамы и папы, бабушки и дедушки, преподаватели в том числе вам говорят, господа, не надо пить газировку, не надо есть джанкфуд. Всё это мусор. Но вы не слушаете разумных советов опытных старших преподавателей. Почему? Потому что испытываете удовольствие. Смотрите, вы это удовольствие испытываете тогда, когда вы употребляете весь этот пищевой мусор. Если вас посадить и заставить испытывать удовольствие от этих вещей постоянно, то есть вы только этим и будете питаться. Любите чипсы, будете есть только чипсы. Любите кока-колу, будете пить только кока-колу. К чему это приведет? Язве. Нет, не к язве. Скорее всего, если только это, это приведет к смерти. В древнем Китае была такая знаменитая пытка, там даже у него номер был, когда приговоренному к смертной казни предлагали на выбор, что будете есть. И есть только этот один продукт. Вы умирали довольно быстро. То есть речь идет о том, что наслаждение мы испытываем только тогда, когда оно разумно, то есть оно ограничено пределами, оно лимитировано. в противном случае мы не сможем испытывать это удовольствие. И Эпикур говорит, нельзя жить приятно, вот цель всех знакомых мне людей жить приятно. Никто не хочет жить страдая, никто не хочет жить испытывая дискомфорт. Все мы хотим испытывать удовольствие, желательно максимально, но в течение максимально длительного периода. Сами понимаете, что есть довольно быстрые источники быстрого наслаждения, но если их испытывать постоянно, ну сколько протянете? Ну пару-тройку лет. Задача продлить удовольствие на максимально длительное время. Так вот Эпикур говорит, нельзя жить приятно, не живя разумно. Задача найти эти самые границы. И каким образом эти границы выстраиваются? Он классифицирует удовольствие на три вида. Есть удовольствия естественные и необходимые. То есть удовольствия, которые мы получаем в силу нашей природы, и эти удовольствия являются удовольствиями в собственном смысле этого слова. Например, удовлетворение чувства голода, удовлетворение жажды, естественных потребностей и так далее. К счастью, как говорит Эпикур, природа всё необходимое для нас, действительно необходимое, не то, что вы думаете вам необходимо, а то, что действительно необходимо, природа сделала лёгким. А всё, что труднодоступно для нас, не является для нас необходимым. есть удовольствия естественные, но не необходимые. И есть удовольствия неестественные и не необходимые. Вот, смотрите, удовольствие от утоления жажды, вот опять же, к Алексею обращаюсь, нам соприродно, это часть нашей природы. Естественным удовольствием в данном случае является удовлетворение жажды, это значит просто выпить воды, а не выпить кока-колы. Правильно, они пили вино, но вино разбавленное на две трети. Это не то вино, о котором идёт речь сейчас, поэтому не обольщайтесь, это по сути компот. Значит разумно, вот вы говорите про разумно, что разумно, то есть задача как раз в этом и заключается, чтобы понять, что разумно, и Алексей демонстративно выпил газировки в качестве социального протеста против эпигура. А в итоге все должны соотечить на том, что что-то разумно, а что-то нет, или всё равно же у людей человек, который ставит себе ограничения сам, то есть понимает, что такое разумное, он осознаёт это со временем. Вот действительно, утолить жажду можно водой, для этого нет нужды пить что-то другое, можно съесть для утоления голода то, что у вас есть в наличности, кусок хлеба, это естественное утоление голода, А вот предаваться лукуловым пиршеством, испытывать удовольствие от молекулярной кухни, употреблять устрица, запивая шампанским, потреблять чёрную икру, или в вашем случае есть бутерброды с икрой, и кто-то наверняка в данный момент онлайн ест курицу, вот это не является необходимым, то есть удовлетворять чувство голода естественно, но не необходимо в данном случае, какой вопрос? Зачем тогда расправлять вино, если можно пить воду? И Пикур к этому и призывал, в действительности он к этому и призывал, Арина. А только не было воды, дезинфекция. Ну, с одной стороны, действительно... Радиацию не водили, да. Нет, сам Ипикур действительно жил очень простой жизнью и практически на хлебе и воде, это действительно так. Другое дело, что впоследствии эту картинку переинтерпретировали, перезагрузили и выдали Ипикур и его последователей как таких любителей всякого рода утонченных удовольствий. Оно не испоганило, к этому мы вернемся. Не испоганило. А к этому мы вернемся, если вы останетесь на прежней позиции, я снова объясню. Значит, речь идет о том, смотрите, когда... Ну, вряд ли вы такое претерпевали, но тем не менее. Очень хочется пить в жаркий день. Невозможно. Терпите сколько можете, прибегайте к разного рода техникам, но не помогает. И в тот момент, когда вы, дорвавшись до простой, чистой воды, выпиваете, ну, не знаю, там, литр этой самой воды, ну, вот он, натуральный кайф, истинный, какой вам не даст никакой другой напиток. Когда вам очень хочется есть, ну, вряд ли кто-то сильно постился в течение нескольких дней, или испытывал сильное чувство голода на протяжении нескольких дней. В тот момент, когда вы впиваетесь зубами в горбушку, черствую горбушку хлеба, вы понимаете, как же это вкусно. Вот в этом и заключается истинное наслаждение. Вам кажется, что впившись зубами в бутерброд с колбасой, вы достигнете высшего экстаза, если пользоваться греческим термином. То есть вы считаете, что можно удовольствием только через страдания получить? Через лишения, это правда. Вот у эпикура, а потом и у стойков эта идея будет, что вы получаете удовольствие только тогда, когда перед этим вы испытывали в этом нужду. Если вы все время питаетесь с изысканными блюдами, вы никогда не получите удовольствие. Почему? Потому что организм, ваш желудок, ваш разум, ваша психика будет требовать все большей тонкости в удовольствии. Откуда гурманство возникает? Простая пища не доставляет удовольствия, требуется все большее, изощренность в приготовлении. И вот тогда получается, что борщ напоминает по консистенции желе, тогда гречневая каша выглядит как кисель и далее по списку. Вот я к молекулярной кухне обращаюсь. И люди платят большие деньги только для того, чтобы испытать вот это самое хедоне, удовольствие. Когда у вас все есть, вам нечего больше хотеть. И вот это самое страшное, что может пасти из человека, когда нет больше желаний, потому что все, что вы хотите, любую прихоть, вы получаете по щелчку. Это страшно, ничего не хотеть. Вам ничего не нужно, просто потому, что у вас все есть. Для того, чтобы испытывать удовольствие, испытывать наслаждение, испытывать счастье, вам нужен недостаток этого. И вы должны этот недостаток испытывать. Правильно. Это близко к этому. Речь заключается в том, чтобы понять, что в действительности доставляет вам удовольствие. Истинное удовольствие. Не то, что принято в данном обществе. Все меня слушающие, наверняка, никто бы не отказался от Ламборгини в личную пользу. Никто бы не отказался от счета в швейцарском банке. Ну и список можно продолжить. Что? Большой. Ну в швейцарском банке вы не можете открыть счет меньше определенной суммы. А она не маленькая, Алексей, поверьте мне. То есть речь идет о том, что мы свою жизнь, как говорит Эпикур, выстраиваем в соответствии с некими желаниями, которые нам кажутся. Я хочу вот это, вот это, это меня сделает счастливым, это и так далее. Эти желания вкладываются нам обществом, окружением, воспитанием, культурой, эпохой. Современную эпоху ну скорее над вами посмеются, если вы будете считать, что истинное наслаждение, истинное счастье жить как диаген. я к тому, чтобы познать свои истинные желания. То есть если вам нужно для счастья ламборгини, значит работайте ради ламборгини. Но не стремитесь к исполнению чужих желаний, чужих, к поиску чужого счастья, не вашего собственного. Вот Эпикур в этом смысле прав. Важно понять, что в действительности нужно. Неестественные и необходимые, ну все вышеперечисленные. Для счастья ламборгини в действительности не нужно. Но для того, чтобы это понять, нужно осуществить некоторое интеллектуальное усилие. Нужно понять, что собой представляет человек, устройство человека и так далее. Кстати говоря, почему Эпикура так не любили христианские мыслители? Потому что он считал, что душа по сути состоит из тех же атомов и душа умирает вместе с телом. Вот это, кстати, одно из самых главных пунктов обвинений против эпикуризма. То есть, с одной стороны, стремление к наслаждениям, а с другой стороны, душа и есть тело. Нет души, а следовательно, как дальше экстраполируют христианские мыслители, но не только они, нет воздаяния, нет стремления к нравственной жизни, нет стремления к добродетели, нет стремления к благу, к добру и так далее. А тем самым это подрывает все устой человеческой жизни. Вот тут речь говорится о том, что душа умирает вместе с телом. Так высшее наслаждение, высшее гедоне, высший гедонизм заключается в том, чтобы достичь состояния атораксии. Атораксия это состояние невозмутимости, безмятежности, спокойствия духа. То есть задача заключается, в чем эпикуризм истинный, в чем истинный гедонизм. Не в том, чтобы трясло все время от каких-то неземных наслаждений, от какого-то непрестанного кайфа 24 часа в сутки. Задача в том, чтобы достичь ровного состояния духа. И это истинное наслаждение. Когда нет волнений, нет тревоги, нет страхов, нет смятения, нет ничего этого. Вот эта атораксия это и есть истинное наслаждение. Ну и вот для эпикурейцев было характерен культ учителя, возвеличивание учителя, ценность дружбы, то есть разумная жизнь, она и предполагает в том числе дружеское общение. И эпикур говорил, что истинный философ это тот, кто стремится к исполнению максимы проживи незаметно. В смысле не надо жить так, чтобы ваше лицо маячило все время в соцсетях, чтобы вы входили в топ ютюба, чтобы в соцсетях все вам завидовали, как замечательно и интересно вы живете, как вы меняете машины, друзей, путешествуете по всему миру, испытываете все мыслимые наслаждения от всех мыслимых наркотиков и так далее. Если мы будем владывать наркотики в соцсети, это быстро закончится? Во-первых, да, действительно аргумент, это быстро закончится, потому что если жить по максимуму, то получается, как Дженни Джоплин говорила, живи весело, умри молодым. Нет, не то, чтобы умри молодым, а скорее сядь в тюрьму молодым. Ну и действительно быстро закончится, это все быстро закончится. Задача протянуть с удовольствием на максимально длительный период. Всем какой-то контраргумент вы хотели привести? Потому что задача... Нет, смотрите, про живи незаметно речь идет о том, как относиться к участию в политической жизни в первую очередь. Он говорил о том, что государство, полис, политика, это подобно огню. То есть если отойти далеко от огня, то замерзнете. Далеко отойти от социума, в этом смысле диоген отошел от социума далеко, то замерзнете, станете, ну мы бы сказали, асоциалом. А если подойти близко к огню, сгорите. Поэтому нужно жить на таком расстоянии от участия в государственной политической жизни, чтобы не замерзнуть, но и не сгореть. Проживи незаметно, не надо стремиться к политике, не надо стремиться к участию в политической жизни в этом смысле. То есть жить в узком кругу своих друзей, последователей, живя разумно, испытывая те самые наслаждения, но наслаждения разумного характера. Разумеется, просто потому, что я вам в данный момент об этом рассказываю. Если бы он жил в соответствии с этим принципом, мы бы про него ничего и не знали. Возможно, были какие-то философы, которые тоже учили чему-то сходному, однако они ничего не оставили после себя. И, кстати говоря, это любопытный парадокс в истории философии не только западной, но и восточной. Те люди, те школы, те направления, которые учили, что истинное знание не передается посредством обучения, не передается посредством книг. И более того, были школы, которые учили, что истинное знание не передается с помощью слов, оставили максимальное количество слов в истории философии. Написали по поводу того, что нельзя передать знание посредством слов максимально большое количество. И в этом смысле да. Но вы же нам передаете знание посредством слов? Значит, почему я передаю? Потому что часть моей профессии заключается в том, чтобы транслировать знания. Я не философ, я историк философии, я преподаватель философии. Хотя, правда, в дипломе у меня стоит, что я философ, но это не так. Я историк философии, я не учу вас образу жизни. Я учу вас тому, как другие учили, как правильно жить. Это другое. Не путайте. Значит, Георгий, коротенько еще раз сформулируйте, я упустила ваш аргумент. Тот тезис, что он посредовал на самом деле в некие такие уклады, что различные от восточного иллинизма, то есть, что там наоборот, все применялись в том числе. Верно, верно. Все применялись в таком-то открытом диалоге, и тогда он говорит, что это будет не так. Да, да. Но это вот я как раз возвращаюсь к началу лекции о том, что в эпоху эллинизма происходит переориентация, в том числе и взглядов на роль человека в обществе. Если для эпохи, начиная с софистов, ну, то есть, классическая Греция, софисты, Сократ, Платон, Аристотель и их последователи призывали к максимальной ответственности философа за социальную жизнь общества, а Платон вообще говорил, что философы должны управлять, то здесь речь идет о другом. Наоборот, политическая жизнь незначима. В этом смысле они были разочарованы в этом. Поэтому и откат в сторону индивидуальной этики, индивидуального поведения, индивидуалистического образа жизни. Еще одна школа, которая повлияла значительно на весь культурный контекст. И более того, в отличие от эпикурейцев и эпикуризма, стоицизм оказал существенное влияние на христианство. И когда христианские, раннехристианские мыслители говорили о христианах до Христа, то они в числе своих предшественников теоретических указывали не только Сократа, не только Демокрита, нет-нет-нет, Демокрита, всячески клемили, Гераклита, но и стойков. Вот в отношении к жизни, в отношении к философии стоицизм и христианство имеют много общего. Точнее так, стоицизм заложил некоторые теоретические предпосылки для последующей христианской доктрины. Значит, эта школа возникает в Афинах около 300 года до нашей эры. Название свое она получает по названию расписной стои, то есть стоа – это портик, колоннада, где располагался центр стойков. Основатель стоицизма – Зенон Китийский. Имейте в виду, что надо отличать Зенона Элейского от Зенона Китийского. Можете запоминать Зенон Эляд и Зенон Стоик. Вот так. Ну, тут что нас интересует? Стоицизм просуществовал довольно длительный период, делится на древнюю стою, среднюю стою и новую стою, то есть римский стоицизм. И по большому счету, по правде говоря, вы, скорее всего, стоиков знаете, именно римских стоиков, а не греческих. Ну и, наверное, самое известное здесь – это Сенека Марк Аврелий. Сенека был соратником, отчасти даже другом римского императора Нерона. Марк Аврелий – самый знаменитый стоик, который оставил свои размышления. Особую роль в истории стоицизма сыграл Хрисип. Он в каком-то смысле является теоретическим основателем, не историческим, но теоретическим. Его имя связывается с разработкой особой стоической логики, то есть стоики внесли существенный вклад в развитие логики как теоретической дисциплины, как инструмента человеческого мышления. Ну и, соответственно, также в стоицизме было три дисциплины. В чем заключается учение стойков? Мудрость, которой приводит философия, это наука. Мудрость, напоминаю, термин «софия», пока мы еще на греческой территории, поэтому термины греческие. Мудрость – это наука, которая охватывает две сферы, две области. Дела человеческие и дела божественные. И то, и другое. Философия состоит из физики, логики и этики. Но надо сказать, что у большинства стойков, особенно греческого периода, довольно сложно расчленить учение на третьих составляющих части. Это скорее наше искусственное деление. Опять-таки, учение, как физика и логика, служат подготовкой для этики, служат фундаментом для этики. Логика рассматривается как теория познания, ну что логично и понятно, состоящая из двух дисциплин – риторики, искусства красноречия, и диалектики, собственно, теории познания. Теория познания. Значит, здесь у стойков критерием истинности нашего познания является восприятие. Каталепсис. То есть восприятие является истинным по определению. Опять-таки, ошибка возникает на уровне суждения. Более поздняя традиция говорит, ну, звучит смешно, но, в общем, суть та же самая. Каталептическая фантазия. Это то же самое восприятие. Каталептическая фантазия, то есть представление, вот скажем так, чтобы было более-менее понятно. Речь идёт о том, что мы извне получаем некий импульс, некий толчок, который воздействует на нашу познавательную систему. Этот импульс, этот толчок связан с объектом. Объект воздействует на наши органы чувств. он воздействует на нашу душу. Происходит запечатлевание в душе этого образа, этого впечатления, этой самой фантазии. если наша душа воспринимает тот самый образ объекта ясно, отчётливо, и ей кажется, это очевидно, она соглашается с тем, что познание происходит истинно. Если образ смутный, непонятный, нечёткий, неопределённый, тогда мы расцениваем это как ложное восприятие. Если образ ясный, то формируется представление или понятие об объекте. Эной я. Вот таким образом согласно стойкам возникают общие понятия. Физика у стойков довольно разветвлённая дисциплина, то есть она охватывает довольно большую картину мира. Значит, они говорят о двух началах. Вот тут, в принципе, мы сталкиваемся впервые с дуалистической философской системой. То есть, когда речь идёт о том, что в основе мироздания лежат два несводимых, нередуцируемых, в каком-то смысле даже не зависящих друг от друга начала. У нас может быть система, в которой начало единое, ну, допустим, Платон, может быть система, где господствует плюрализм, ну, допустим, демокрит, и может быть подход, где два независимых начала. Вот такую систему представляют в каком-то смысле стойки. Они говорят о начале действующем и начале претерпевающим. Под первым началом стойки понимают Бог, который мыслится как разум, то есть логос. Здесь используется термин логос, имейте в виду. Он, стойки описывают Бога, почему с маленькой буквы, потому что это Бог как философский принцип. Хотя стойки, особенно греческого периода, говорили о том, что они признают Зевса. То есть Бога можно назвать Зевсом как персонифицированный персонаж, как персонифицированное божество. Этот Бог имеет природу огня, и тут прослеживается влияние Гераклита. И более того, мироздание описывается как тот самый огонь. В конце мира, в конце мирового цикла всё пожрёт огонь. Будет всё сожжено. То есть будет такой час икс с точки зрения стойков. И что любопытно, стойки говорили, Бог имеет тело. Вот всё это для стойков непротиворечиво звучало. Бог как тэос как огонь, как логос, то есть мировой разум, и как некое тело. Бог содержит в себе, будучи разумным началом, он содержит в себе, вот в русском переводе звучит семенные логосы, по-гречески сперматикой логой, семенные логосы, то есть разумные начала всего сущего. Какими? Какими семенами? Гомеомериями. Ну, теоретически можно так сказать, да. Но там семена, как вам сказать, там у аноксагора нус и гомеомерии, а здесь у аноксагора нус управляет этими гомеомериями, а здесь логос содержит в себе, внутри себя эти самые более маленькие логосы. В этом смысле. То есть они не частицы материи, они меньшие логосы. То есть, но они логосы, почему здесь стоит определение сперматикой, они, как вам сказать, они скорее идеи, которые будут развиты и развернуты внутри другой, внутри материи в качестве самостоятельных существ. Ну как, это такие маленькие программы, заложенные в конкретные компьютеры. Ну, пусть будет так. И второе начало, претерпевающая материя. Вот она и является тем субстратом, который Бог в процессе творения вкладывает эти самые логосы. То есть, на, условно говоря, железо накладывается софт. Игнат, был какой-то вопрос, да? Не был. Значит... То есть, эти маленькие логосы, это как бы души, да? Они души, они маленькие разумы, индивидуальные души людей и так далее. Да, Бог в процессе творения космоса творит этот самый космос, причем космос описывается стойками как разумный, потому что закладывается логос этот самый, этот космос живой, он телесный, космос единственный, немножество космосов, космос единственный, и он, ну, тут классический ход, он сфаерос, что тоже понятно. Так, ну, ладно, давайте тогда на этом прорвемся.